Первая в Акбарсе, первые в Европе. Звено Морозов Капанин Зарипов признана лучшей тройкой нападения КХЛ. Эту награду получают самые результативные форварды одной смены. На троих барсы сообразили 46 шайб, четверть от общекомандных. Еще одну награду Зарипов также вправе разделить с партнерами. Данис забил самый поздний гол чемпионата. В третьем овертайме в марте этого года его бросок оказался решающим в противостоянии с трактором в рамках регулярного чемпионата. Чтобы выявить победителя, тогда понадобилось 108 минут и 54 секунды. Одноименный приз «Секунда» уходит в коллекцию форварда. Российские СМИ утверждают, что Рубин нацелился на турецкого полузащитника. В сферу интересов тренерского штаба попал 18-летний хавбек Буджаспора Сали Хучан. В минувшем сезоне юниор выходил на поле 24 раза, что повысило трансферную стоимость до полутора миллионов евро. Также на спортсмена претендует ряд местных клубов, в том числе и вице-чемпион Турции Фенербахче. Вслед за братом покинул Уникс и Захар Пашутин, защитник-ветеран, объявил о завершении карьеры. В этом розыгрыше игрок обороны начинал со стартовой пятерки, но к концу сезона обосновался на скамейке запасных. И все же в чемпионате россиянин появлялся на паркете в 14 встречах, набирая в среднем за игру чуть меньше двух очков за 12 минут. Напомним, что чуть ранее Евгений Пашутин, старший брат Захара, отказался продолжить карьеру на тренерском мостике Уникса, предпочтя работу в краснодарском локомотиве. Казанская «Динамо» прояснила ситуацию со шведским голкипером Андреасом Бергвелем. Ранее объявлялось, что чемпион мира по бенде покинул столицу Татарстана и подписал соглашение на родине с клубом Хамарбрю. И только сейчас стало известно, что в этом контракте есть пункт, позволяющий аннулировать его. Для этого из Казани должно поступить аналогичное предложение. Возобновить сотрудничество вратаря попросят в конце недели, когда команда соберется в полном составе. Всеволод Дворкин, Вести, Татарстан.